И к другим темам. 18 жилых домов снесут в поселке вблизи Махачкалы. Люди лишатся крова по требованию Газпром Трансгаз Махачкала. В начале года компания подала в суд на жителей поселка за незаконное возведение домов вблизи газового трубопровода. Более того, решено, что хозяева домов должны будут заплатить за снос своих жилищ. По словам жителей, никто их не предупреждал о том, что они проживают в зоне риска. Все подробности в нашем следующем материале. В этом небольшом доме культуры поселка Новая Шенгадаш и Тлип сегодня обсуждают вопросы, далекие от искусства. Местным жителям сейчас совсем не до этого. В любой момент в селе могут снести сразу 18 домов. В этом случае на улице окажется почти 100 человек. Решение о сносе вынес Комтеркалинский районный суд по иску Газпром Трансгаз Махачкала. Дело в том, что частные постройки находятся в 200 метрах от магистрального газопровода, а по закону положено 350 метров. К сожалению, от безысходности вынуждены будем стоять. И у нас вот здесь вот проходит федеральная трасса прямо метров 500. Если будет усиление со стороны силовиков, то есть просто не будут разбираться. Конечно, люди и выйдут, и на трассу, и по трассе, вплоть до площади, и пойдут, и нас поддержат все, кто здесь, соседние села. Все эти люди – выходцы с гор, которые проживали в Гунибском районе Дагестана, в одноименных селах Шенгада и Шетлип. В прежние годы местные власти выделили им участки под земли отгонного животноводства, чтобы люди могли тут разводить скот. Но в последующем суровые условия гор заставили людей переселиться на равнину, а статус земель так и остался прежним, поэтому документов на дома у сельчан нет. Мы пытались оформить эти дома и земли, но, как мне объяснили, это невозможно, потому что эти земли сельхозназначения и земли отгонного животноводства, они никак не оформляются, у них свой особый статус. И хозяева земли – это Министерство имущества и правительство Республики Дагестан. Сделаны документы для придания статуса, выделена земля, которая под поселением, но они дальше не продвинулись. Снести дома их владельцы должны за свой счет. Никакой компенсации по закону им не положено. При этом собственники недвижимости, построенные на трубе, чаще всего, как и в этом случае, не подозревают, что живут в зоне риска. Трубы не было, какая труба. А кто нам об этом говорил? Труба появилась и сказали, что 170 метров от этого можно строить. 170 метров. 170 метров есть. В забретной зоне газопроводов сейчас по стране может находиться полтора миллиона домов. Немало части из них располагается на территории республики. У жителей селения Новая Шангадаш и Тлиб одна надежда, что в это дело вмешается правительство и поможет найти компромисс с «Газпром Трансгаз Махачкала». А пока эта организация даже не захотела комментировать ситуацию. Севрина Шамхалова, Сергей Климук. Время новостей.